Сегодня мы обсуждаем сказку Сергея Григорьевича Козлова «Как поймать облако». Ого, ты даже отчество посмотрела. Классно. Я, знаешь, потому что на самом-то деле я настолько люблю вот вообще этого автора, что мне вот захотелось назвать его полным именем-отчеством, как это отдать дань. Да, просто вот снимаю шляпу, да, и поклон, действительно. Я предложила тебе эту сказку, просто найдя ее на сайте, а потом обнаружила у себя маленькую книжечку, которую ты оставила. И вот просто захлеб ее все еще раз перечитала. Я просто вспомнила свое детское ощущение от этих сказок. Хотя, ну, наверное, у меня-то была какая-то одна единственная сказка. К сожалению, я сейчас даже не помню, о чем она была. Я просто помню эти рисунки, они были очень яркие и какие-то такие вот милые-милые. Ты знаешь, как вот ощущение какой-то вот вкусной карамели на языке. Вот ничего другого. Просто когда вот как-то очень уютно, как-то вот так вот приятно, и ты такой лежишь, обняв своего там какого-нибудь любимого мишку, и вот слушаешь эту сказку. Это вот ощущение просто невероятного душевного комфорта. Угу, согласна абсолютно. Понятно, что ты в детстве не знал таких слов, но ощущение это было именно такое. И, ну, наверное, как бы за эту сказку, даже не знаю, почему я конкретно за нее уцепилась, да, может быть. Как-то под настроение пришлось. У меня младший тоже очень любил, но у него была, у нас не было книги, я ему купила аудиокассету. Там, где Вячеслав Невинный там читал за ежика, ой, за медвежонка, остальных не помню. И вот он тоже ее слушал, слушал, переслушивал, и сегодня я его спросила, почему она тебе так, ну, вот эта кассета так нравилась. Вот, ну, почему вот, что ты в этих сказках находил, там же вот действий, как правило, никаких нету. Там, ну, в основном диалоги, да, или какие-то такие. Ну, говорит, что вот, ну, это успокаивало. Успокаивало? Да, да, да. Вот, слушай, я вот как раз вот подумала, да, что вот нас же с тобой задача вообще практически разбирать сказки, обсуждать, да, вот ощущения от них. И причем я вот подумала, что ощущение от этой сказки совершенно богатое, вот многогранное, и причем оно какое-то совершенно чудесного цвета, вкуса и запаха, да. Но при этом я вот подумала, вот если начать обсуждать, если включить вот эту рациональную часть, да, то я вдруг осознала, что обсуждать тут совершенно нечего, да. Это из той же серии, как, например, прослушать совершенно чудесную, душещипательную вот такую вот мелодию, да, музыку, и потом попытаться переложить и раздробить ее на какие-то смысловые составляющие, да. Я подумала, что это просто невозможно, что это как музыка, ей надо насладиться, да, что она вот так тонко-тонко воздействует на твою душу, но при этом разбирать ее как вот, что это было такое и почему совершенно не имеет смысла, потому что... Ну, как препарировать что-то живое, да, что-то живое превращать в мертвое, ну да. Ну, при этом, Варочка, мы же с тобой этим практически занимаемся, да, что мы препарируем эти сказки, ну не то, что мы их препарируем, мы их разбираем, там, мы ищем там какие-то вот смыслы и так дальше, да. Я вот стала думать, хорошо, а это просто как чудесная мелодия, которая совершенно не нуждается ни в каком объяснении, а только нуждается в том, чтобы ты ее узнал, чтобы она появилась у тебя в жизни. Да, 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 да. Мне очень понравилось, что ты говоришь, что вот это сказка, которая имеет вкус, цвет и запах. Причем вот я листаю эти маленькие странички ее книжки, и вот я вижу, что, понимаешь, я могу эту сказку начать, вот, читать с любого места, и это реально будет вкусно, это будет чудесно пахнуть, это будет вот какие-то такие вот ощущения в тебе возбуждать, ну, бесподобно, я не знаю, как съесть, я не знаю, как земляничину съесть, вот, свежую, сияющую в этой зеленой траве, вот, я вот сейчас вот открыла, да, они сидели на узеньком березовом мостике и смотрели в воду. Вот, и ты видишь этот узенький березовый мостик, и тебе как-то на нем уютно сидеть, я не знаю, это просто, ну, какие-то, вот, даже думаю, ты знаешь, наверное, когда говорят о счастливой паре детства, вот, мне кажется, такое ощущение, что вот, ну, может быть, ну, не всегда же детство счастливое, да, далеко не всегда ты в детстве себя чудесно чувствовал, но, наверное, то, чем запоминается детство, да, и то, что тебя греет в воспоминаниях о детстве, мне кажется, вот оно все перекликается вот с этими историями, ну, вот конкретно с этой, может быть, историей, да, как поймать облако. Слушай, вот, извини, что я перебила, или ты что-то хотела сказать еще? Я что-то спутанно сказала? Не-не-не, я просто хотела не столько перебить, сколько добавить, да, что, несмотря на то, что я сказала, что эту сказку совершенно не имеет смысла обсуждать, да, я тут, тем не менее, вставлю свои две рациональные копейки, да, потому что я вот когда думала, да, что вот вообще с чего начался, помнишь, наш проект, когда я говорила, почему мне появилась, собственно, задача, не задача, а такая идея разбирать эти сказки, да, что это было как раз из-за того, чтобы мой старший, помнишь, он там прочитал сказку, да, и сказал, что это сказка о любви к родине. О любви к родине, да. Да-да-да, я совершенно, ну, вот эта вот история. Так вот, и мне кажется, несмотря на то, что ты не имеешь сказку вроде как обсуждать, да, ты просто насладился, выслушал и получил удовольствие, да, тем не менее, мне кажется, вот смысл вот того, что это, почему эта сказка приносит такое удовольствие, да, потому что это сказка о дружбе, потому что всё вот этот вот сюжет же, он начинается с того, что этот ёжик предлагает пойти половить рыбку, говорит медвежонка, потому что ты же любишь рыбку, пойдём половим напоследок, да, то есть он предлагает своему другу что-то сделать, вот такое, что ему нравится, да, и при этом он думает о дружбе, и потом ещё, помнишь, когда вот как раз то место, которое ты выделила, говоришь, ну, там, в смысле, вот, сидят на берёзовом мостике, да. Да, что они на поплавки друг друга смотрят. Они смотрят на поплавки друг друга, то есть, в общем-то, они на этой речке не для того, чтобы наловить рыбы, да, а, собственно, чтобы как это порадовать друг друга, их больше беспокоит медвежонка, сколько ёжик поймает, что ёжик поймает, а ёжик больше беспокоит поплавок медвежонка. И причём там, видишь, они же могли с разным чувством смотреть на поплавки с каким-нибудь конкурентным, да, но здесь-то ощущение как раз, поскольку они вот начали это путешествие с того, что вот ради блага друга, да, то это вот как раз путешествие продолжается, да, и, понимаешь, и вот это вот получается какая-то совершенно чудесная такая, закодированное такое чудное послание, да, что когда у тебя есть какой-то вот друг, которого ты очень любишь, да, и что приносить ему удовольствие, это вот самое большое, в принципе, чудо, да, помнишь, потому что вот там же как заканчивается, что когда они были такие вот усталые, довольные, помнишь, как сказка-то заканчивается, да, и вдвоём еле-еле вытащили из воды солнышко, да, то есть вот это вот заканчивается тем, что вот они потом закончили вот это своё путешествие ради друг друга, да, они закончили его вдвоём. Я вот подумала, это ведь до того здорово, причём это рассказано настолько просто, казалось бы, да, и причём там же вот это, есть волшебный элемент, что, например, помнишь, вот это мне так понравилось, что типа нет, там, облака на сухой горох не ловятся, да? Да, да. Это же просто... Я даже посмотрела, а ловят ли вообще на горох? Я-то так дочь рыбака. Ага, 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 и что вообще на горох вообще ловят? На горох ловят, но на варёный. Ну вот, именно, в том-то и дело, я думаю, как раз весь смысл-то как раз и был, потому что это была совершенно такая фантастическая ситуация, когда ты ловишь на сухой горох. Я вот тоже думала, что вот горох, я думала, ну что же там рыба будет его клювать-то вообще, да, так-то по идее. Не, ну, во-первых, даже непонятно, он же сухой, да, да, да. И вот это получается, что тут и вот эти все факты, вот эти вот, да, практически, они же не имеют значения абсолютно. Совершенно, да. И вот я ещё потом подумала, да, что на самом-то деле, что вот эта сказка, она вот такая типичная русская сказка, знаешь, в которой нет как такового сюжета, да, а есть вот этот вот процесс, жизненный процесс. и вот там как бы этот вот кусок, он как будто бы кажется из такой вот какой-то чужой, симпатичной жизни, просто взята вот эта вот картинка и описание, да. Да, 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 вот ты говоришь, вот извини, перебивая, да, просто я вот про этот, про жизненный процесс, да, как жизнь, просто я прям себе аж записала, что здесь чудеса, это как часть обыденной жизни. Ага, ага, ага. Вот это вот просто, когда, собственно, сама жизнь делается чудесной, да, вот, ну, они же, ну, они просто ловят там что-то, да, на плохой горох, но при этом вот вылавливание вот этих звёзд, да, ну, это же они сами себе это чудо делают, да, это вот, это не волшебник, не там, не это, не щука, да, которая там по моему хотению, а вот они эти чудеса делают сами, вот вытаскивают эти звёзды, лишь бы хватило наживки, господи, как мне это понравилось, правда, а теперь лишь бы хватило наживки, ну, скажи, какая прелесть. А чем тебе это так понравилось? Слушай, ну, просто, знаешь, вот это вот, ну, сама по себе идея, что звёзды вытаскивают из воды, ну, они же, знаешь, знаешь, как индейцы, по-моему, индейцы майя, да, кто-то, вот они, у них, ну, они солнцепоклонники, да, они считают, что если они не будут молиться Богу, ну, солнце, оно не будет вставать, что это вот благодаря им вот солнце встаёт каждый раз. А здесь получается, они, знаешь, ну, вот они тоже, они как волшебники, делают звёздное небо. Вот нет, я понимаю, нет, я понимаю этот вот. А для этого, ну, понимаешь, что вот чудо звёздного неба зависит от того, чтобы им хватило на жизнь вот этого сухого гороха. Просто вот эта вот связь, понимаешь, звёздное небо и сухой горох, мне кажется, это, ну, такая классная, какая-то, такой классный поворот. Слушай, давай я это самое перефразирую, мне кажется, по крайней мере я скажу, вот как я тебя поняла, да, что тебя восхитило, что нечто чудесное, фантастическое, да-да-да, что нечто чудесное, восхитительное, фантастическое и такое далёкое, да, что оно может зависеть от какой-то очень простой, практической земной детали. Да. Вот эта вот связь. Да, да, да. Что что-то очень чудесное и большое может зависеть от чего-то маленького, простенького и такого примитивного. Да? Оно? Да, оно. Ну вот, согласна. Согласна. Ну так вот. Я согласна, да. И поэтому вот это вот как раз ощущение, вот я вот потом подумала, да, что вот то, что совершил вот как раз Козлов, да, мне кажется, что очень здорово, и что ложится совершенно на душу, да, что этот человек сумел поймать вот это вот ощущение, знаешь, вот этот чудесный переход, когда что-то обычное превращается во что-то волшебное. И он натурально сумел это поймать и запечатлеть в своих сказках. Да, и причем ведь здесь нет ни одной фальшивой ноты, вот согласись, ведь, ну мне кажется, это ну просто высший пилотаж, так рассказать историю, ну, выражаясь как педагогическим языком, она же такая очень добрая, да, мне кажется, она такая вот, ну не знаю, воспитывающая, смотри, она она добрая, но она не наивная, да? Да, да, да. Там в ней нет ни щу-чука, ни снисхождения, да, не сладенькая, да, никто там ничего не изображает, никто чего-ничего, никого, никого не учит, никого, ничему. Это просто вот есть два друга, да, которые совершенно замечательно к друг другу относятся и чудесно проводят вместе время. А потом вот это же вот ощущение, когда ты же бываешь иногда, вот когда вот где-нибудь там костёр, вот это звёздное небо, и вот это, когда ты просто пялишься в небо, и вот это вот один из лучших дней твоего детства, да, мне кажется, мне кажется, у каждого есть такой день, да, когда ты беззаботно пялишься в ночное, это вот летнее крупнозвёздное небо. И вот то, что вот эти ёжик с медвежонком, при этом они сами создавали это небо, и всю эту луну, а потом и солнце, мне кажется, это настолько совершенно восхитительное занятие. Да. Вот, и поэтому, когда вот ты как будто бы приобщаешься к этому, да, когда к чужой дружбе, да, не к чужой, а к дружбе других людей, к чудесному времени, которое оно вместо проводит, и это становится таким... Ну, к этому состоянию. Да, к праздникам души, да? Да, да, да. Просто ты читаешь, ты славливаешь это состояние, и оно тебе как-то настолько дорого, да, оно тебе настолько нравится, что, мне кажется, ну, ты в своей жизни его хочешь как-то, ну, воплотить, воспроизвести, натурально. Дружбе есть, да, да, такого же состояния, такого же отклика. Ну, вот я же говорю, это как-то чудесная мелодия, да, когда вот как раз звучит, да, вот, и ты её услышал, и она тебя впечатлила, и вдохновила, и порадовала. Ну, спасибо тебе, Лариса, за выбор этой сказки, она совершенно согрела моё сердце. Спасибо, Наля.